приветствую всех друзья смотрите что мы наблюдаем у нас течет солярка капает что хочу сказать хочу в первую очередь забрать свои свои слова назад вот видите где я говорю что на сервисе якобы специально вводят неисправности вы видите это второй мотоблок и проблема одна и та же ну неисправностью как бы это назвать нельзя потому что здесь стоят просто напросто некачественные шланги вот со временем вот как сейчас они дубинеют они вот буквально потеряли всю свою эластичность и практически вот в этом месте в этом стыке он уже потек то же самое и здесь и вот в этом стыке он тоже потек то есть со временем они дубинеют теряют так сказать эластичность и процессе они превращаются в такой уже не шланга некий кусок можно сказать пластмассы и она просто-напросто при работе трескается что и процессе дает течь еще раз хочу отметить что это не неисправность это не брак это просто некачественный шланг все владельцы мотоблоков меняют эти шланги что буду делать и я шланги себе приготовил вот такие прозрачные мягкие и со временем с ними ничего не случается сейчас я сниму этот шланг и заменю ну вот чем вот так вот а вот этот шланг ну значит вот это вот еще часть мягкая которая была у нас она потекла вот но эта часть которая уже одевалась на фильтр она вообще пластмасса стала это дешевые расходники можно так сказать я положил сюда болтики у меня вот смотрите вон упала шайба туда достать ее я не могу у меня есть вот эта штучка это называется гибкий магнит но он туда не пролазит а отключать всю крышку мне не очень-то хочется поэтому ну я думаю что это знают все но все-таки скажу сейчас вот так вот присоединим отвертку и пускай она немножко намагнитится после я думаю мы с помощью отвертки уже достанем прокладку значит вот так вот обжали здесь ну предварительно конечно шланг нужно промыть от пыли от грязи потому что пыль да и вообще всякая как а вот я закрыл специально чтобы туда не дай бог ничего аккуратнее костер с краешком всю грязь чтобы в насос ничего не попало потому что здесь нужно фильтровать топливо очень качественно так как впоследствии выходит форсунка со строя поэтому будем еще ставить сюда один фильтр но это все чуть чуть позже ну ближайшее время вот наша торточка уже наверно намагнитилась давайте попробуем достать прокладочку где там она у нас вот там вот так отлично ну что сейчас нужно открыть чтобы она перед установкой помыло все так сказать сейчас ставим болт откроем краник чтобы он наполнился топливом мы будем ставить на место ну что все установил здесь пришлось наложить хамотик он у меня ушел слетел блин неправильно его наложил надо будет переделать не так закрепим потому что он будет мешать вот газу откидываться это мелочи сейчас завести и проверить я думаю можно чтобы у нас нигде ничего не текло все работало такс такс не дал топлива не подачу не открыл еще несколько слов скажу значит что у меня сейчас закончилась обкатка если на что мне пришлось вот во всем этом процессе поменять нечаянно оторвал проводок масса от фары но это мелочи если на что мне пришлось за за обкатку поменять это вот накрылся этот шланг в принципе больше ничего то есть нигде никаких слабого подтеков нету видите он у меня то есть я не так часто им выезжаю ремни ремни имеют состояние вот как новое никаких надломов как в том мотоблоке нету все прекрасно ремни конечно сергей мне в сервисе перетяну немножко я их отпускал это оказывает давление на подшипник коленвала лишнее давление поэтому многие перетягивают ремни а потом пишут в комментариях в отзывах что через три месяца рассыпается подшипник коленвала но конечно при таком можно натянуть так сделать лучше немножко меньше то что пробуксует ремень при нагрузке ничего страшного даже наоборот а вот перетяжка его несет может принести такие сказать большие проблемы то есть без усилий вы давите на ремень он должен опускаться на 2 сантиметра где-то там усилия не знаю килограмм может два ну два наверно не более того вы не думайте что вы должны там всем своим весом давить конечно пришлось регулировать самому он его тоже не регулировал дальше сцепление смотрим мы видим вращаем ничего здесь у нас не крутится выжимной должен вращаться от руки плюс к тому еще видно что кулачок один зажат больше чем другие выжимной то есть когда когда даже работает мотоблок это опасно но вы должны можете вот тут вот может ударить по пальцам так что не надо так делать в общем до выжимного дотронуться он должен от вашего прикосновения остановиться при работающем двигателе то есть вы можете его удерживать я вам сейчас покажу это продемонстрирую а в нерабочем вы его должны вот так вот он должен свободно вращаться вот как у меня ответь сейчас я заведу вам покажу давление здесь нужно приложить усилия для того чтобы опустить этот клапан там достаточно было положить палец он падал здесь 20 грамм нужно для того чтобы он опустился а вот как узнать какое давление нормальным считается в дизельном мотоблоке ну я говорю про 192 модель дело в том что у меня их было две и в одном было и давление значительно отличается в том было гораздо слабее в этом гораздо лучше так вот чтобы вы могли сравнить какое давление допустим должно быть моем случае это головка 22 миллиметра сейчас мы свесим весы 20 грамм вот 20 грамм практически на таких оборотах как вы видели держат а вот этот вот пупсик датчик этот датчик давления практически держат на плаву его то есть малейшее прикосновение и она поднимается вверх с канистры перелив масло бутылку вымыл фильтр значит здесь уровень у нас вот я вижу есть ставили фильтр и нам нужно промочить первую очередь сам фильтр массу наберем масло и проливаем его вот так вот теперь оно должно просочиться туда фильтр станет влажным от массу что-то останется теперь мы дадим ему время для того чтобы он стекло минут так 30 лишнее масло потом удалим ну а фильтр потом соберем уже так я снял вот эту часть воздухоотвода или ввода немножко промазал прокладку здесь она была кстати не зажата то есть вполне могу засасываться процессе отжаться даже и засасываться сюда пыль поэтому вот к этой части воздушного фильтра нужно отнестись с должным вниманием потому как это может привести опять же к большим проблемам выводу поршневой состроя очень короткие сроки вот видно внутри уже имело место быть каким-то одуванчиком знаю но камера передаст все это или нет причиной всему тому было неправильно опять же на сервисе не выделили должного внимания так вот у нас с этой стороны я его залил и с этой пролил теперь у нас масло уровень можно даже чуть чуть больше лишнее мы сольем сейчас сейчас пускай сбегает все чтобы здесь у нас ничего не было потом мы это еще продуем компрессором такие нюансы вот так должен вести сюда ремень немножко его трясет но не сильно